Сегодня огромную популярность набирает следующий вариант аутсорсинга – фриланс-рекрутинг, где на рынок поиска, подбора и найма персонала выходит не кадровое агентство, а отдельный человек, который предоставляет услуги по подбору персонала. Еще раз обратимся к определению. Фриланс-рекрутинг – это формат работы в рекрутинге, где услугу по подбору предоставляет отдельный человек – фриланс-рекрутер. Он не связан с трудовыми отношениями с кадровыми агентствами и не включен в подразделения по подбору персонала. То есть это свободный художник, который занимается подбором персонала по заказу организации. Данный формат стал популярен благодаря тому, что сегодня очень активно на рынке стали развиваться различные инструменты онлайн-коммуникации, в том числе с соискателями, а также это позволило многим компаниям экономить на подборе, обращаясь к частным лицам. Несмотря на огромное количество преимуществ, которые дает фриланс-рекрутинг самому рекрутеру, а именно свобода, независимость от руководства компании, возможность работать из любой точки планеты, а также возможность более высокого заработка, который зависит от самого человека, фриланс-рекрутинг требует от работников большей организованности и управления собственным временем. Для того, чтобы иметь успех в этой области, для того, чтобы получать заказы от компаний, очень важно работать со своим планом, выстраивать свое деятельное в соответствии с жизненными целями. Огромную роль играет развитие личного бренда. И в данном случае брендом является бренд самого рекрутера, от которого как раз во многом зависит то, насколько он будет популярен, успешен и насколько он будет финансово обеспечен. Поиск заказчиков также ложится на плечи самого рекрутера, что составляет такую достаточно серьезную задачу и также требует от него развития личного бренда и постоянного планирования своей деятельности. Работая фриланс-рекрутером, очень важно уметь планировать свое время, осознавать риски, работать с рисками, а также постоянно заниматься своим самообразованием и развитием. Сами тенденции системы управления персоналом требуют глобализации системы подбора персонала, выхода на межнациональный уровень, применение инструментов личностного взаимодействия с кандидатами. Фриланс-рекрутер становится мини-кадровым агентством по подбору, кроме того, он не привязан к геолокации кандидата. Кроме того, частный фрилансер – это человек, работающий на свою репутацию, что является важным фактором мотивации и влияет на качество услуги. Рассмотрим универсальный план работы фриланс-рекрутера. Безусловно, так же, как и в предыдущих случаях, первым этапом является сбор информации, также встреча с заказчиком. Здесь огромную роль играет правильное составление заявки на подбор. Здесь огромную роль играет взаимодействие с заказчиком, то есть составление четкого понимания основных запросов заказчика. Ну и, наконец, работа с другими сотрудниками компании, опрос коллег будущего сотрудника, кроме подчиненных. Следующий этап – это поиск вакансий, поиск информации. Здесь мы очень подробно изучаем специализированные работные сайты, хахару, суперджопы с точки зрения названий вакансии, с точки зрения условий вакансии. Изучаем поисковые системы, используем все тот же серсинг, который мы рассматривали выше, анализируем социальные сети, личные страницы, группы, форумы, комментарии, ну и, наконец, различные возможности, которые нам дает интернет, например, дубльгиз, какие-то другие поисковые системы по компаниям, геолокациям организации. Следующий шаг – формулировка вакансий во многом связана с первыми двумя шагами, потому что она должна исходить из той информации, которую мы собрали на рынке, из той информации, которая включена в нашу заявку на подбор. Вакансия должна исходить из того, где мы ее будем размещать, то есть источники подбора персонала. Она должна устраивать нас, как рекрутеров, так и заказчика, что желательно скрепить подписями. Ну и пятый этап – это план работы на определенный срок. Мы выстраиваем цель уже на конкретный срок, это может быть неделя, месяц. Выбираем площадки для размещения вакансии, осуществляем активный прямой поиск кандидатов, оцениваем бюджет, ну и делаем отчет как для себя, так и для заказчика. Несмотря на то, что такой достаточно оправдавший себя и зарекомендовавший себя формой является обращение к кадрам у агентства, часто работа с фрилансерами-рекрутерами не только позволяет экономить на подборе, но также и позволяет найти более качественных специалистов, потому что фрилансеры, они работают на себя, они работают на свою репутацию и бывают в некоторых случаях более мотивированы, поэтому активны и поэтому предоставляют услугу в наилучшем виде.